Половину коммерческих автобусов в Рязани обслуживают иностранные рабочие. Узбеки, реже таджики и азербайджанцы. У населения много претензий. Русский язык водители знают плохо, на дороге лихачат, правил не соблюдают. Но найти русскоговорящих мигрантов оказывается проще, чем искать местных водителей с трехлетним стажем. В итоге по всей стране происходят перепалки в салонах маршруток, что омрачает и без того зачастую непростую атмосферу на дороге. Так в Рязани произошел конфликт между пассажирами маршрутки и водителем-мигрантом. В перепалку вступил пенсионер, который в резкой форме высказал замечание мигранту. Однако в ответ услышал матерную брань. В итоге водителя рязанской маршрутки, оскорбившего пассажира, уволили. А в интернете появилась петиция с требованием проверять психическое состояние водителей маршруток. У водителя, пассажира? Да, вроде нет. Петиция появилась в интернете, что нужно проверять психическое состояние водителей. Нужно проверять? Вообще-то да. Почему? Зачем? А потому что некоторые ездят, так скажем, после выходных особенно. Надо. Крестность большая у них за людей. И в экстренных ситуациях надо вести себя подобающим образом. То есть какие-то тренинги, может быть, для них устраивать. Ну, что-то надо делать, конечно. Обследовать обязательно. Нужно, желательно. Зачем? Ну, бывают нервные. То покажут остановку вот там. То еще что-нибудь. Бывали, сталкивались, да? Было, было, да. А с хамством? Конят пассажирам? Иногда. Иногда пассажиры бывает им. А не за рулем, надо как-то уважать это, что все-таки тяжело. Я считаю, что обязательно нужно. Потому что иначе действительно контроль он просто может потерять водителей. И вдруг что случится, я думаю, что обязательно нужно. Петиция появилась в интернете, что нужно проверять психическое состояние водителей маршрутов. Можно проверять? Ну, общее состояние, наверное, скорее всего. Не только психическое. В интернете появилась петиция проверять психическое состояние водителей маршрутов. Вы бы подписали такую петицию? И если бы дал, то бы зачем? Да, я бы подписала. Потому что действительно психическое состояние наших граждан в настоящее время зависит от наших жизненных обстоятельств. А так как это человек, который ответственен за множество пассажиров, которые у него в маршрутке, конечно, я думаю, что тесты психологические он должен проходить. Я подписал эту петицию. Я однажды ехал с маршрутчиком, сел на переднем сидении, который брал плату за проезд. И в полочку, где у него лежат, собственно, деньги, просто вот их швырял, они выпрыгивали обратно, там падали на коврик. Но при этом он ничего не говорил пассажирам. То есть, видимо, он внутри как-то переживал. Но, честно говоря, ехать было напряжно, потому что хотелось скорее доехать и выйти.